Друзья, мы живем сейчас в Словении, в городе Копер, позади нас наша небольшая вилла, домик, ну и сейчас мы едем в центр города, немножко покажу вам, как выглядит центр, что там вообще, что там происходит в центре, ну и саму атмосферу отдыха, думаю, что будет интересно. Едем специально не на своем автомобиле, а на такси, кстати, такси с окраиной до центра города стоит 5 евро, и в принципе, это, я бы сказал, недорого, и я бы сказал, тоже очень хорошо. Правда? Да. Все такие смирные, вот, все. Едем в центр, конечно же, интересно, что нас там ждет, специально не смотрел даже видео на YouTube, чтобы удивиться, как и вы, увидеть что-то необычное впервые, потому что первые эмоции, они сами ценные, ну и еще чуть-чуть, и уже будем в центре. Сам центр на машинах запрещено заезжать, поэтому нас оставили у входа в исторический центр, вон есть, видите, красный сигнал, вот за ним начинается исторический центр города Копер, так что сейчас идем туда и посмотрим, что же там будет. Особенностью города Копер является то, что, если вы посмотрите на названия улиц, то они продублированы на итальянском и на славянском языке. Почему так? Потому что считается, что Копер, как и многие другие побережные города Словении, являлись когда-то частью Италии, ну и поэтому, так скажем, дублируется дополнительно все на итальянском языке. Ну а сейчас мы движемся еще дальше, и уже скоро будет центр города небольшой, но посмотрите, как он выглядит, довольно-таки, думаю, будет интересно. Кстати, только что проходили, посмотрите, перед нами, это у нас центр красоты, и видите рисунок, ничто не напоминает, правильно, Starbucks, который подрезает волосы. Довольно-таки необычно. И хотел рассказать немного о Копере, то есть это самый крупный портовый город, с населением 25 тысяч человек, ну и сам туризм, как писали, не слишком распространен, то есть мы не увидим толп туристов, как, допустим, в Праге или в Барселоне или в других крупных туристических центрах. Но живет в основном за счет порта, и порт, конечно, виден с любой точки побережья, и чуть позже мы также увидим и порт, и центральную площадь, и, конечно, набережные. Вот, заглядываешь в дворик, и видишь какие-то такие уникальные красивые домики, если видите, и там находится что-то связанное с армией Словении, ну и так везде, вот позади там, где мы с вами гуляли, красота, ну, в общем, шикарно. И по этой улице мы с вами выйдем на центральную площадь, это площадь Тито, и там находятся, наверное, самые главные достопримечательности Копера, которые здесь можно увидеть, ну, чуть позже покажу вам. И вместе с вами поговорим о том, что будем видеть. Скорпион! И вот здесь как раз интересно, что, если вы заметили, ставни на окнах такие же, как и в Италии. Дело в том, что Италия от Копера всего лишь 10 километров, и здесь было постоянно влияние на Словению и на Копер как раз итальянцами. И поэтому и дублированные таблички, и многое другое. И многое, включая архитектуру, здесь взяло начало от Италии. Здесь может заинтересовать улочки тоже Копера, потому что огромное количество каких-то интересных объектов. Допустим, вы сейчас можете увидеть сумку в виде ананаса. И... Да, ну, это более такое классическое, сумка в виде магнитофона. Если кто-то с 90-х, 80-х меня смотрит, это было очень популярно. А кассетники, это, конечно, было сильно. И вот мы как раз сейчас выходим на центральную площадь города Копер, Тито. И, конечно же, уже сразу же видна тут итальянская архитектура. Хотя я читал, что это византийская готика называется. Сейчас подойдем к самому старому, самому известному здесь дворцу. К дворцу это дворец притарианца. Самое интересное, как раз, когда я говорю, сейчас мы его увидим, мы как раз над ним и проходили. Ну, это как раз классика жанра, когда ты впервые в городе, и ты не знаешь, где что находится. И вот он как раз позади, притарианский дворец. И как раз, что интересно, что именно здесь находится у нас мэрия. Это здание 15-го столетия и яркий пример византийской готики. Но по периметру это как раз все здания относятся к правительству города Копер. Ну и мы сейчас с вами поднимемся вон туда. 45 метров в высоту. Посмотрим, какие оттуда откроются шикарнейшие виды. Что же все основные смотровые я всегда поднимаюсь и посещаю. И вход на смотровую стоит 3,5 евро. И это более 200 ступеней, чтобы подняться на высоту 45 метров. И увидеть весь город прям как на ладони. Сейчас вам все это покажу. Бьют колокола. Это, к счастью, мне осталось еще 108 ступеней. Это хорошо, что хоть предупреждают сколько идти. Ну и я уже чувствую, чувствую эту красоту, которая будет впереди. И оказывается на этой колокольне еще и самый старый колокол как раз этого города. И что интересно, написано, что он был создан в Венеции 6 сентября 1333 года. Представляете? И вот до сих пор он работает. Только что поднимался, вот именно эти колокола издавали перезвон. Ну а поднимаемся еще дальше и увидим город Копер с высоты птичьего полета. Вот это красота! Главное здесь не попасть, когда они начинают звонить. Что, вы готовы увидеть это? За этой дверью открывается скамочный вид. Потрясающе! Блин, это реально круто! Сейчас покажу вам все, увидите, как это все выглядит. Вот здесь вы можете увидеть сердце города. Копер, именно производственную, промышленную часть. Это позади меня огромнейший порт. Огромная-огромная, так скажем, территория, которая занята под порт. И здесь вы видите огромные контернеровозы, которые прибыли с контейнерами. И в которые загружают что-то новое, и они будут отправляться дальше в путь. Говорят, что на территорию порта пройти нельзя. Но мы подойдем, может быть, с какой-то стороны, чтобы вам снять и показать поближе. Хотя, я думаю, самое близкое и самое красивое место, это как раз данная колокольня, с которой мы сейчас с вами это все и наблюдаем. И когда я сейчас спущусь на колокольню, мы пойдем как раз вон туда, на набережную, где начинается и живет весь ночной копер, то есть процветает ночная жизнь. Посмотрим, как это у нас здесь. Мы присмотрели несколько интересных заведений, какое-то обязательно посетим. Ну и, надеюсь, сможем ощутить атмосферу славянского народа. Посмотрим. Знаете, как будет, как это сказать, по-честнее на чешском, а на русском это официальный партнер. Официальный партнер по-славянски означает поносный партнер. Ну и сейчас покажу, как это у нас выглядит. Вон, видите, поносный партнер Еврофест. Сейчас с вами зайдем в главный кафедральный собор города Копер. Это у нас Успение Богоматери, построенное в 15-м столетии. И самое главное реликвия, которое там находится, это гроб Назария, Святого Назария, который является покровителем непосредственно данного города Копер. Сейчас зайдем, не знаю, мне кажется, сам гроб и мощь мы не увидим, но, по крайней мере, покажу интерьер и думаю, выйдет вам интересно. Сейчас попробуем найти гробницу Святого Назария, покровителя Копера. Красота. Даже идет служба, но мы ее не будем снимать, это некорректно. Поэтому сейчас пройдем, все-таки еще смотрим, где же эта гробница Святого Назария. Святого Назария не нашел, но нашел прямо на Святая Варвара, которая известна по Кухонной горе и по защитникам тех, кто находится при смерти или в безвыходном положении. Вот как раз она прямо перед нами. Ну и мы идем с вами дальше. Посмотрели немного и пройдем дальше к набережной. Тихий, спокойный городок. Суббота вечер, людей практически не видно. Видно никого. Наверное, все на набережной. И скоро мы об этом узнаем, то есть уже спускаемся к набережной. И посмотрим, так ли это или не так. Как раз товарищ смотрит по Google Maps, правильно ли мы идем или нет. Ну и сейчас вроде бы по этой улочке вниз, и мы уже будем на набережной наблюдать Адреатическое море. Ну, видите подобные раритеты. Сейчас вот посмотрите. Даже не знаю, что за марка, но прикольно. Рено. Все позитивные машут. Ну, круто, почему нет? Не все, конечно, идеально. Вот если вы видите, тоже требуется реконструкция. Но надо отметить, с какой бережностью они все это сохраняют. Если видите вот эти деревянные опоры, на которых находится второй этаж, они подперты. И я уверен, что если я приеду через год, через два сюда, то это уже будет все отреконструировано и выглядеть прям как с иголочки. Ну, этим и славятся европейские города, что они все, особенно что находится в историческом центре, делают просто как надо. Мы все с вами на рыночной площади. То есть вот можете посмотреть, как она выглядит. И если вы приехали в Копер и хотите купить рыбы или каких-то свежих фруктов, овощей, то можно прийти сюда и как раз купить самое свежее, только что выловлено или только что привезенное с полей. Сейчас вот пройдем, посмотрите. Вот оно. Он центр вечерней ночной жизни Копера. Причал. Огромное количество людей. То есть если мы когда гуляли, практически никого не видели, то здесь посмотрите сколько. То есть там какой-то сейчас фестиваль проходит. Ну и видно, что люди вышли на прогулку. Сейчас мы станем свидетелями того, что сейчас происходит. Прям интересно. И я, конечно же, вам обязательно это все покажу. Тут же, как и в Праге, ходят девичники, только они здесь как-то поспокойнее. Хотя невеста довольно-таки экстравагантная. Ну то есть, в принципе, атмосферно, прикольно. Ну и сейчас и мы, я думаю, что-нибудь интересное увидим, выпьем, попробуем. Ну так, чтобы зацепить немножко этого колорита. Надеюсь, вы все еще смотрите это видео. Только что прошли официальное мероприятие. То есть мы все сделали красивые фотосессии на фоне данного причала. И движемся уже посмотреть на людей, себя показать. Да и вообще прогуляться. И знаете, такое ощущение, что может быть пойдет дождь. И вот если посмотрите, погодка такая довольно-таки переменчивая. Поэтому сейчас надо прогуляться, а потом где-нибудь сядем и уже будем наслаждаться напитками. Может быть местной едой или чем-то необычным. Так, то есть, смотрим. А вот тут у нас тренировать. Гвезда, походу, как шеф-повар или какая-то такая передача. Вот если видите, он там наден с этим всем. Вон там. Гвезда. Вот не гуляем по Словении, по разным городам, полиции вообще не видно. И почему я сейчас о ней вспомню, потому что впервые вижу вообще название полиции, это на катере. А так, такое ощущение, что полицейских нет, и они, в принципе, не нужны. Кстати, сегодня за неправильную парковку нам дали такой красивый листочек, и, как мы поняли, это лишь предупреждение, что, пожалуйста, не ставьте здесь машину, в следующий раз мы вас обязательно оштрафуем. Поэтому, ну, прикольно, необычно, у нас бы сразу же впаяли и всё. А тут туристов, как бы, предупреждают, что, пожалуйста, ну, как бы, чтите местные законы. Ну, классно, конечно. И вот, видите, там как раз что-то происходит, игра, посмотрим, что же это такое. Многие могут многое сказать о своём хозяине. И вот на эту лодку смотришь и думаешь, интересно, такое ощущение, что это лавка с торьёвщикой или гараж. Знаете, как бы у наших бабушек и дедушек, скорее всего, у дедушек были гаражи, вот это такое ощущение, что это именно как-то так, вот только в современной интерпретации и ещё морской. Прикольно. Может, здесь живёт известная, точнее, не живёт, а на ней плавает, приходит известный моряк или рыболов. Кто знает. Этим-то интересно гулять по новому городу, по новым местам. Здесь в Шумгаме проходит игра гандбол. Соответственно, это то, что я вам говорю, Еврофест, где мы с вами видели поносного партнёра, ну, то есть это официального. И вот как раз проходит игра. Видите, болельщики прыгают. Ну, то есть нормальный матч. Только кто это, конечно, я не знаю, нигде не пишут. Хотя Машу швейцарским флагом, может быть, в Швейцарии играет с кем-то, молодёжка или... Ну, не знаю, не знаю, реально не знаю. Пиво, бренд вообще прекрасно. Лошко или Лошок. Ну, как бы. А ты сегодня пил Лошок? Ну, интересно. И вот как раз. Вон. Это, конечно, вот, я не знаю, мне во всём этом городе, конечно, впечатляет вот то, что увидите перед собой. Или я люблю эти большие инфраструктурные объекты. Или я просто когда-то был, я не знаю, может быть, логистом. Логистом я таки был, но не знаю. В прошлой жизни моряком. Может быть, вот, Игорь пришёл мне на помощь. Может быть, я был моряком. Кто знает? Они везде одинаковые. Ну, мы их видим, правда, с тыльной стороны. Но это не важно. Главное то, что они создают от нас всех. Только что мы видели разминку команды, как раз готовятся непосредственно, наверное, к матчу. Или я не знаю, к чему они готовятся. Но довольно-таки интересно, почему нет. Я думаю, вся мужская часть аудитории оценила данную часть видео. Ребята, если меня кто-то смотрит с Словении и как раз этого города, может кто-то объяснить, что это такое. Интересно. У меня есть две догадки. Это или же так вот показывается, где был старый пирс, или же это первые поселенцы или первые, не знаю, освободители. То есть кто-то прибыл сюда, не знаю. И если вы сможете мне рассказать об этом, буду очень сильно рад. И на какой-то частный пляж, при том, что интересно, несмотря на то, что он частный, он бесплатный. Потому что это является достоянием народа, поэтому все должно быть бесплатно. Ну, прикольно, что народу достаточно. Ну, то есть класс. Мы здесь не были, мы городские не так любим. Мы любим куда-то выезжать за город. И вот сегодня я как раз снял вам видео с этого прекрасного пляжа, который мы долго искали, и который в течение двух часов таки нашлись. Вот, как бы прошли, посмотрели, как это все выглядит. Тут несколько зон, и еще люди купаются, хотя сейчас около восьми часов вечера. Ну, и, конечно же, сейчас хорошо, потому что, ну, не так жарко. То есть можно спокойно себе гулять, смотри. И порт все ближе и ближе. Мы все-таки хотим подойти к самому лучшему ракурсу, чтобы попытаться снять... Хотя я вам уже показывал, но, тем не менее, я думаю, поближе будет еще интереснее. Ну, и потом, дальше, я не знаю, может быть, куда-то зайдем, может быть, еще что-то увидим. Ну, то есть пока ходим, гуляем. И сейчас, так скажем, отправляется корабль уже в путь. Как мы посмотрели, принадлежит, ходит, точнее, под флагом Мальты, и может перевозить 71 780 тонн. И длина его 293 метра, а ширина 40 метров. Представляете? Создан в 2009 году, и вот сейчас его уже отправляют. То есть три буксира участвуют в его, может быть, отправке, буксировке с вот этого причала. А там ждет груз остальные корабли. Это класс! Ну, я как бы такое впервые вижу, может быть, подписчики, вы это видите постоянно, и вам, может быть, неинтересно. Но я думаю, даже для вас это будет интересно, особенно тех, кто не знает, что это такое, как это все происходит. И в Словении самое популярное место, это, конечно же, кебабчик. Посмотрите, какие туда очереди стоят. Ну вот, мы как раз на одной из центральных площадей. Красиво, музыка вон играет. То есть, дежурим, дежурим. Кажется, что всегда хочется освежиться, особенно в такую жару, и тут, конечно, это супер. Дети бегают, надо уклоняться, чтобы, не дай бог, никого не сбить. Супер, супер. Красота. Сейчас главное где-нибудь присесть и просто посидеть, отдохнуть. Мы сегодня, кстати, находили 10 километров, и во многом из-за того, чтобы сделать красивые виды и найти красивый пляж, который было бы интересно показать. Необычный городской, который вы и сами найдете, что-то необычное. Ну и сегодня и порт мы видели, и вообще город. Ну, то есть, насыщенный день. И думаю, что завтрашний день будет еще насыщеннее. Так вот, мы присели в кафешке, взяли попивку, как раз тот самый Лашко. Кстати, в переводе со славянского это олень. Ну и, кстати, чтобы вы понимали, пиво стоит 2,5 евро, если вы не понимаете. Правильно? В принципе, нормально, и это прям на набережной. То есть, ну, грубо говоря, я считаю, что это очень даже хорошо. А вот тоже напитки, пиво, лимонад и так далее. Берешь сам и пошел. То есть, мы уже, кстати, набрали, ну, так, как бы немного. Так перекусить, сейчас пойдем на пирс покушаем. Ну, и все это бесплатно. Бесплатно. Капец. Конечно же, может вечно смотреть на две вещи. Это как работает другой человек и на море. А особенно то, которое мы сейчас видим, грозовое. Если видите, прямо перед нами, ну, там все полыхает. Молния, ну, там вообще шикарно. Подсветочка. И я буду заканчивать, потому что начинается сильнейший лимф. И если вам понравился гофр, вам понравился этот день. Подписывайтесь. Игут. Пока. Комментируйте. Ставьте лайки. Все будет круто.